Ну, ваши первые впечатления. Я, как человек, работающий на телевидении, должен отметить, мастерски сделано. Это не просто интервью, это целый материал, репортаж, небольшой фильм, можно даже сказать. Там слова президента перемежаются с картинками, которые иллюстрируют то, что он говорит. Президент перемещается по руинам прифронтовым вместе с журналистом Fox News. Да и сам журналист делает такие вставки, говорит свое мнение. Как вам это интервью? Ну, смотрите, во-первых, в этом интервью, я с вами согласен, нету мелочей. От того, где это происходит, это Купенск, если не ошибаюсь, освобожденный город, это тоже символично. Это тайминг, это 45 минут, а не 2 часа, как у некоторых. Это короткие, емкие ответы для именно зрителей этого канала, потому что здесь мелочей нету, смотря на то, что происходит в Соединенных Штатах. Это заминка, скажем так, корректно в плане нашей помощи. И этот канал, он для консервативных республиканцев, на самом деле их смотрят. Поэтому здесь адресная работа с тем электоратом, который может влиять на мнение своих конгрессменов, на самом деле. Поэтому здесь мелочей не было, я с вами согласен, очень качественно сделано все. И я думаю, что на самом деле для американцев это ответ на другое интервью, которое было 2 часа ни о чем. Оно было не динамичным, оно было в духе, не знаю, ТАССу полномочен заявитель. Вот новости 70-х годов, я там с детства помню смутно, ну там картинка вообще не движется, то есть на самом деле кто-то говорит непонятно что и очень долго. Поэтому здесь даже в техническом плане, даже в визуальном плане, я думаю, что это все равно ответ Путину. И президент в своем интервью сказал, что ему некогда смотреть 2 часа. Бреднее на самом деле, ну не бреднее, сказал он как-то по-другому. Но с другой стороны, если зритель может потратить 45 минут, то это вполне допустимая норма. А 2 часа или 2 с лишним, ну это только для тех, кто занимается Россией. И я думаю, что это интервью Зеленского досмотрели до конца, а интервью Путина вряд ли кто-то с американцев досмотрел, с простых американцами имею в виду, до конца. Да, очевидно, есть некие рифмы. Fox News это канал, на котором много лет работал Такер Карлсон, звездой которого и фронтменом он был. И теперь президент как бы тому, кто был вторым, вечным вторым, а теперь стал первым человеком на канале. Это понятно. А если говорить о тех месседжах, которые конкретно президент адресует Западу, американской публике, особенно учитывая, скажем так, политические предпочтения зрителей канала Fox News, как вы думаете, услышат Владимира Александровича там? Ну они, во-первых, были собраны в короткие фразы на самом деле. Да, да, то просто давайте скажем, Олег, меньше получаса. Если учитывать, что там есть еще и вставки, то чистого разговора где-то минут 20, то есть ровно там в разы меньше, чем Путин вещал. Да, и поэтому концентрированные фразы для зрителя, который неискушенный, а там зритель неискушенный на самом деле, и можем допустить, что даже настроен как-то нейтрально или, ну скорее, негативно, да? Нужно ему объяснять очень четко и коротко. И это очень важно, потому что если мы заходим через призму вот такую, как я говорил, то зритель не готов смотреть долго. А здесь картинки, которые показывают, к чему приводит, например, пауза в вооружении, да? В госпиталь, раненые солдаты, без рук, без ног, условно, да? Не условно, а точно. И это картинка, которая подтверждает тезисы. Вот смотрите, если бы вы помогли, у этих бы людей была возможность защищать родину со всеми конечностями и быть более эффективными. И президент это озвучивает как месседж, что самое главное, знаете что? Что здесь не произошло следующего момента, что президент не скулит и не просит помощи. Как иногда пишут российские, иногда и не только российская пресса, что там вот он выпрашивает что-то. Нет. Здесь президент четко объясняет, что мы будем и без вашей помощи сражаться, но это будет намного тяжелее и жертв будет намного больше. И четко он определяет врага. Для всех враг — это Путин, враг — это Россия, и с ней нужно разбираться, потому что это то, что придет к вам позже. И достаточно четкие месседжи в этом плане. Особенно в отношении помощи, я думаю, что тут было сказано все и с иллюстрациями, и с нужными акцентами. Потому что именно помощь Запада и в нашем случае Соединенных Штатов — это то, что может привести к конкретным результатам, даже к контрнаступлениям. Но для этого нужно, чтобы весь мир объединился против России. У нас один враг. Враг — это Россия, сказал Зеленский. Давайте продолжим рассматривать тезисы, о которых говорил президент, те мысли его. В относительно возможных переговорах с Россией Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет повторения Минских соглашений. Не должно быть никаких новых замороженных конфликтов. Кроме того, Украина не будет уступать своей территории. По словам президента, чтобы садиться за стол переговоров с РФ, необходимо подготовить конкретный документ, который будет основан на украинской формуле мира. Посмотрим цитату из этого интервью. Тогда мы сможем искать дипломатический формат, как разговаривать с представителями России. Я считаю, что если нет никаких шагов, согласованных с другими партнерами, то вы не сможете ничего предложить Путину, потому что он ничего не захочет. Очень важный дипломатический путь — это соглашение с самыми важными странами, лицами, принимающими решения в мире на нашей стороне. И тогда, конечно, мы сможем начать дипломатические переговоры. Как вы, Олег, считаете, насколько важный сигнал, эти условия? Президент, надо сказать, не отступает от украинских условий, от украинского видения и украинской формулы. Насколько важно то, что он об этом тут говорит? Это очень важно, что это идет на американскую аудиторию, что у нас есть наш план, потому что американцы постоянно и республиканцы апеллируют к Байдену. Есть ли у вас план победы, господин Байден? И это было большим минусом, потому что Байден озвучивал по-разному. У него там поменялась риторика, но конкретики длительное время не было. Здесь президент воюющей страны говорит, у нас есть план. Мы даже допускаем, что некоторые моменты мы можем закрыть дипломатическим путем. Но это должно быть решение с позиции силы. Когда мы цивилизованным миром прижмем Путина, тогда можно будет даже где-то не использовать оружие. Я так понял с этого интервью. Мы сможем это решить за столом переговоров. Но порядок этих переговоров должна диктовать Украина как представитель цивилизованного мира. И я считаю, что это очень четкая позиция, которая также подчеркивает, что Украина не готова торговать территориями, разбрасываться ими, как нам предлагают некоторые партнеры. Ну и в Америке тоже иногда звучит эта страшилка, что нас принудят таким путем закончить войну. И здесь президент говорит, нет, такого не будет. И это очень важный сигнал для вот именно зрителей этого канала, которые должны понять ценность для нашей страны, наших территорий. Мы не разбрасываемся и не будем разбрасываться в ними. Президент также говорил на вопросы о прошлом, когда журналист стал просить Владимира Зеленского проанализировать итоги контрнаступления, вообще 23-й год. Президент не захотел этого делать. Наоборот, ответил про будущее, о планах, о том, что сейчас самое главное. Вот сейчас самое главное – это отстоять свои территории, объяснил президент. Также продолжить успешную операцию в Черном море. И россиян ждут там некоторые сюрпризы. Однако, чтобы продолжать отвоевывать свои земли, Украина нуждается в помощи США. Мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Я не говорю, что мы просто остановимся. Меня часто спрашивают, выживут ли украинцы без поддержки Конгресса. Конечно, но не все из нас. Если мы поймем это, если мир будет готов к этому, вы это увидите. Но поймите, это трагедия. Это будет трагедией для всех нас. Не только для Украины. Не только для украинцев. Для всей Европы. Почему президент говорит о таком чудовищном варианте развития событий и так открыто, прямо? Ну, во-первых, здесь два момента, которых я считаю очень важные. И опять же таки, извините, буду апеллировать к интервью нашего злейшего врага. Россия – это та лошадь, которая бежит куда-то головой назад. То есть постоянно смотрит в прошлое. Здесь президент четко сказал, что мы не будем сейчас смотреть в прошлое, даже в ближайшее. Мы смотрим в будущее. И это очень важно. И это будущее общее для цивилизованного мира. Это еще с Мюнхенской конференции идет этот месседж, что эта война не только Украины, не только Европы. Это вызов общемировой. И в этом контексте понятно, что президент не сгущает краски, а он рассматривает наихудший сценарий из того, который может быть, и показывает это американскому зрителю. Я подчеркиваю, это очень важно понимать, что это для американского зрителя. И поэтому здесь достаточно хороший прием, если можно так сказать, в сгущении красок. Потому что американский зритель должен понимать, что происходит в Украине, и что может произойти, если Украине не помогать. Поэтому сгущение красок, я считаю, что это очень хороший ход. И действительно он реалистичный. Если не будет помощи, мы можем оказаться в достаточно очень сложной ситуации. Потому что у президента звучит фраза, которую американцам надо понять. Мы не хотим там лучше, хуже становиться. Мы хотим выжить. А выжить – это совсем другая материя. Это другие эмоции, это другие посылы. Олег, один из тезисов Владимира Зеленского – это не просто мы хотим выжить, мы защищаем вас. Он говорит это открыто, Западу. И говорит о том, что… Вот такой тоже аргумент. Говорит о том, что сейчас помочь дешевле. Вот этот рационализм, которому он взывает, это насколько это, скажем, сможет сработать с этой аудиторией? Я думаю, что это тоже неплохой ход. Потому что… Ну, смотрите, вот есть две категории людей. Одни воюют в окопах, другие смотрят войну по телевизору. И для человека, который в окопе, ему сказать такой тезис, он не сработает. Потому что у него другие ценности, он платит жизнью. И для него ценность денег, еще чего-то, она равняется нулю. Ему бы больше патронов. И это его жизни. Это обеспечивает ему выживаемость. Но для того, кто смотрит по телевизору, которому постоянно говорят о том, что он сильно много платит за украинцев, я думаю, что это должно сработать. Потому что здесь тезис следующий, что ты даешь там, я не помню, там 50 центов, даже доллар. Каждый американец условно может тратить на эту войну. Но это же, я не знаю, сколько кофе в Америке стоит. Но это не важно. Но тут выстраивается следующая логика. Ты можешь платить доллар и смотреть это все по телевизору. Ты можешь не платить этот доллар и увидеть это на своих улицах. Рано или поздно. Может, я тоже сгущаю краски, но такой месседж тоже должен заходить на Запад и в Америку. Потому что Америка на своей территории очень давно не воевала. А такими темпами может произойти все, что угодно. Сейчас невозможного вообще нет. Ну и в заключение еще вспомним одного героя этого интервью, Дональда Трампа. Войну в Украине нужно увидеть своими глазами. Владимир Зеленский пригласил на передовую кандидатов президента США, не только Трампа, но в частности адресовал ему свои слова. Давайте посмотрим этот отрывок. Я рад видеть здесь всех кандидатов и всех людей, которые принимают решения. Поддерживают нас для того, чтобы они поняли, что значит война в Украине. Кто начал эту войну? Что происходит сейчас? У нас была прекрасная Украина, но на войне это совсем другая картина, другая жизнь. Поэтому я предлагаю ему приехать и увидеть все своими глазами. Я готов поехать с ним. Может он хочет один, без меня? Для меня это не имеет значения. Приезжайте, посмотрите на людей. Просто пообщайтесь с ними. Ну вот так вот Владимир Зеленский зовет кандидатов. Как думаете, Трамп воспользуется этим приглашением? Ну, если я не ошибаюсь, это уже второе приглашение. Да, первое было в Мюнхене, да. Да, и он отказался. Сказал, что он не хочет по политическим, скажем так, моментам. Но дело в том, что любой политик, который посещает Украину, он не все перепрошивается. Вот Гутерреш, он приехал, он попал тогда, когда обстреливали это ракетами Украину. Он где-то перепрошился на какой-то момент. Потом, наверное, вот эта сытая жизнь его опять вернула в то же русло. Но большинство политиков перепрошивается. Они должны видеть. И когда они видят, они это ощущают. Потому что война имеет свой запах, вкус, цвет и свои эмоции. И поэтому было бы неплохо, чтобы кандидаты к нам приезжали. И здесь очень, как по мне, очень классный месседж, что мы не зацикливаемся на одной из партий. Мы готовы видеть всех кандидатов. То есть мы исправляем ошибки прошлых лет. Мы не ставим под сомнение выбор американского народа. Мы его принимаем, и каждого кандидата хотим видеть. Но эти кандидаты должны видеть войну своими глазами. Если они ее не видят, тогда они должны, наверное, по-другому оценивать все, что происходит. Не теоретически, а вот с пониманием через гуманное восприятие мира. Поэтому я считаю, что опять как бы не вызов даже, а предложение есть. И теперь только Трамп может решать, нужно ему ехать или не нужно ехать в Украину. Субтитры сделал DimaTorzok